Кира Рамис. Сомнительное наследство для Пападанки. Читает Екатерина Олимп Даниленко. Глава первая. Как же жалко салатик. Новогоднее настроение было на высоте. Я с утра сварила овощи, днём всё покрошила, заправила, жаркое отправила в духовку. В общем, в новогоднем меню был мой любимый салат из кальмаров, оливье и жаркое из баранины. На сладкое я сделала клубничный тирамису. Ох, Новый год! Как же я его люблю! С детства ещё мандарины, двухметровая ёлка, старый чемодан с игрушками, и мы всей семьёй наряжаем зелёную красавицу. А какая ёлка была у бабушки в деревне! Живая, из леса, дедушка сам делал крестовину, а мы с сёстрами обкладывали её ватой, ставили туда дедушку Мороза, а рядом снегурочку. Но больше всего мне нравилось рассматривать старинные потёртые игрушки. Какие-то из них были сделаны из картона, были даже из ваты, из странного пенопласта. Когда на верхушку дерева водружали красную пятиконечную звезду, начиналось самое интересное для нас, детей. На ель развешивались конфеты и мандарины. И, о чудо, нам разрешалось их аккуратно срезать и есть. Конечно, бабушка следила, чтобы мы не переедали. Хотя, подозреваю, что на трёх сестёр развешивали конфет двенадцать и столько же мандаринов, а нам казалось, что вся ель усыпана сладостями. Пока была жива моя бабулечка, мы часто встречали Новый год в её большом загородном доме, который, любя, звали логовом богомолов. Родовая фамилия наша — Богомол. Бабушка ею гордилась, рассказывая всем, что род наш настолько древний, что мои предки застали динозавров. Мария Юлиановна Богомол и выглядела всегда как дама из высшего общества. Не сегодняшнего, а того века восемнадцатого. Гордая, красивая, добрая, непременно с прямой спиной, идеальной укладкой, очками на золотой цепочке. Платья бабуля носила закрытые, с длинным рукавом, в пол. Все говорили, что я невероятно на неё похожа. Ой, рассказываю свою историю и не представилась. Алена Семёновна Богомол. Двадцати семи лет от роду. Не замужем. Рост сто семьдесят пять. Вес пятьдесят пять. Спортивного телосложения. Тёмно-русые волосы до пояса. Высокий лоб без чёлки. Большие зелёные глаза, обрамлённые пушистыми чёрными ресницами. И моя гордость — пухлые розовые губы. Характер добрый, отзывчивая, люблю детей. И что таит секрет? Очень хочу замуж, да никто не берёт. А может, это я такая привередливая? Этот Новый год я встречаю вдали от семьи. Такая ностальгия накатила. Захотелось вспомнить детство. Поэтому, предупредив родителей и сестёр, у которых давно уже свои семьи, дети и мужья, укутав своего любимого пса, Джека Аллегра фон Богомол, Карликова Пинчера, или Цверг Пинчера, по-другому, в тёплую шубку, отправилась в путь. Родовой дом был ухожен, отец не забывал время от времени сюда наведываться. А вот я, к сожалению, редко тут бывала. До Нового года было далеко, ещё три часа ждать. Но желудок отказывался участвовать в этом марафоне и требовал пищи. Поэтому, включив телевизор, надев приталенное вечернее платье и найдя знаменитый фильм, положила на тарелку Оливье, взяла бабушкин старый альбом с фотографиями и с ногами уселась в кресло. Листочки альбома были переложены тонкой калькой, на которой красовались цветы, птицы и животные. Кто-то проделал кропотливую работу, рисуя эту красоту. Джек, наглым образом, совершенно не стесняясь хозяйки, стащил со стола тонкий ломтик копчёной колбасы и, ладно бы, с виноватым видом направился в дальний угол. Нет, решил съесть её у меня на коленях. И вот тогда-то всё и произошло. Не могу поверить, что такое бывает, да и никто бы не поверил. Пёс прыгнул, я резко подняла альбом вверх, тарелка на моих ногах качнулась, кресло окутало невыносимо белым светом. Последнее, что я услышала, громкий виск Джека. Затем наступила темнота, от живота к горлу прокатилась тошнота и тут же всё прекратилось. Я моргнула и поняла, что сижу на каменном полу, по которому от меня укатывается тарелка, теряя по дороге вилку и любимый салат. Сглатывая, понимаю, что забыла положить зелёный горошек. Кубики картошки, морковки, кусочки мяса есть, а горошка нет. Рядом медленно закрывается альбом, на который ставит лапу Джек. «Матушка, кто это?» Спереди раздался громкий, визгливый, ломающийся голос. «Твоя невеста!» Женский голос был сух. «Я права, маг?» «Правы, госпожа!» Поморгав и подняв глаза, увидела перед собой старого, сморщенного, словно пересушенный урюк, мужчину, одетого в ярко-синий балахон. Этот старичок быстро-быстро размахивал руками перед моим лицом. Поисковое заклинание нашло и на Мирянку, идеально подходящую молодому князю. «Матушка, не такой был уговор!» Заверещал прыщавый подросток лет пятнадцати, сидящий на стуле с высокой спинкой. Стул-трон стоял на сцене, но, скорее всего, это был какой-то постамент, возвышенность, с которой князь смотрел на своих подданных. «Маг обещал красивую и молодую невесту, обладающую магией. А это старая и некрасивая. Убейте ее, и мага за одним!» От злости на его лице появились красные пятна, и затряслась куция бороденка, состоящая из трех волосков. «Зачем подростку, который еще и не бреется толком, отпускать такой ужас на подбородке?» «Не невесту ему, а ремнем по заднице!» неистовала я в душе. «Обоим отрубить головы!» «Как головы!» Увидев, что ко мне направляются четверо странно одетых воинов, держащих в руках оружие, напоминающие топор на длинной палке, я в испуге, схватив на руки Джека, вскочила на ноги и осмотрелась. «Бежать? Ну куда?» «Сынок, успокойся! Такое бывает, что вы совпадаете во всем с попаданкой, кроме возраста». Воины замерли на месте, я же выдохнула. «Кажется, княгиня в здравом уме!» «Так что убьем только попаданку, а маг тебе новую невесту найдет!» «Что? Меня нельзя убивать! Я из знатного рода богомол!» С испуга закричала я, пытаясь избежать непоправимого — потери жизни. Мои руки разжались, Джек приземлился на пол и зашелся громким лаем. «Она понимает наш язык?» Княгиня взмахнула рукой, останавливая молчаливых вояк. «Какой род? Откуда ты ее притащил?» Женщина пристально посмотрела на мага. «Ты решил нас обмануть и выкрал знатную девицу в нашем мире?» «Нет, врет она!» Попятился маг. «Этот род давно вымер! Последняя из...» Он зайцем метнулся к уставленному склянками столу и раскрыл толстенную книгу. «Пятьдесят лет назад! Вот и ветвь засохшая!» На последнем слове он закашлялся и поднял на меня взгляд. «Не может быть! Откуда ты? Что это за имя? Алена!» «Алена!» Поправила я, присаживаясь, чтобы успокоить Джека. Хотя впору меня само успокаивать, отпаивая валерьяной. Дрожа телом и голосом, маг заговорил. «Госпожа, мы не можем убить эту девицу! В реестре родов появилось ее имя!» Женщина медленно начала опускать руку. «Подождите, она не из этого мира! Я сделал благое дело! Доставил магичку в ее родной мир! Пощадите, княгиня, не губите! Никто не узнает, девка будет молчать!» Маг перевел на меня полные слез глаза. «Я буду молчать, только верните домой!» «Почему я так безапелляционно верю, что не сошла с ума, что у меня не приступ, и я не умираю в своем мире, а мозг не транслирует эту ерунду?» «Хорошо, раз ты говоришь, что во всех родовых книгах появилось ее имя, то пусть подтвердит, что это она!» Постановила княгиня, два воина схватили меня под руки и потащили к столу. Джек, выпрыгнув словно из ниоткуда, встал перед нами и увеличился в размерах. Его передние лапы укоротились, морда заострилась, он чем-то начал походить на богомола, такого крупного, откормленного богомола, ростом с небольшого теленка. Я вскрикнула и потеряла сознание.